Апостол Павел однажды о своем служении сказал такие слова «Я прославляю служение мое». Друзья, это действительно высокая оценка служению. И он пишет в 2-м послании Коринфянам, 3-я глава, прочитаю, и с начала 4-й главы. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Друзья, почему мы иногда унываем? Почему иногда у нас не хватает дерзновения, чтобы людям сказать о Боге? «Испытываем робость какую-то, боязнь». Наверное, мы не до конца еще поняли, что Бог нам предлагает. Вот здесь мы прочитали «Он дал нам», а Павел говорит «Он дал, а я взял». «Имея по милости Божией» такое служение. «Имея» – это значит «я его получил, я имею». «Имея по милости Божией». Друзья, что значит «имеем»? Моя проповедь и цель проповеди моей – немножко рассказать о том, что нам Бог дал, что заключает в себе служение благовестия. Это не только, что мы вышли группой где-то в городе, поем или стоим на библиотечке, это намного больше. Для кого-то благовестие выйти спеть просто, а апостол Павел говорит «я получил». Оно внутри меня живет. Бог дал способность быть служителем Нового Завета. Поэтому, имея это служение по милости Божией, мы не унываем. Однажды было большое собрание, и проповедник говорил о том, что Иисус Христос прощает грехи. «Прощает и не вспоминает», что Иисус Христос очищает совесть человека. На этом собрании присутствовал психолог. Он очень внимательно слушал. А когда закончилось собрание, он пробирается быстренько к проповеднику, подходит и говорит «я не ошибся». Вы сказали, что Иисус Христос прощает грехи и не вспоминает? Да, так написано в Слове Божьем. Что если мы исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, прощает грехи и не вспоминает, он очищает от всякой неправды. Неужели это правда? Он говорит «я по своей работе встречаю множество людей, которые приходят с большими проблемами. Что я могу сделать? Это только найти причину или начало этой проблемы. А устранить ее? У меня нету возможности». А вы говорите, что Бог может простить. Это значит устранить эту проблему? Да, Бог это может сделать. И получается, друзья, что Бог нам дал возможность быть служителями, работниками, намного более эффективнее, продуктивнее служения, даже чем люди, которые учатся годами, они что-то могут делать, а потом больше не дано. На позапрошлой неделе я был в лагере, тоже был молодежный лагерь Киевского объединения. Выхожу со столовой, там тоже арендовали они лагерь, арендовали и столовая, домики также деревянные жили в домиках. Подходит ко мне девушка, можно с вами побеседовать? Ну, можно. И мы заходим в домик, мы начинаем общаться, и вдруг я понимаю, что она вообще неверующая. То есть, она еще ни разу не молилась даже. Она рассказывает, что ее пригласили в одну семью, она пожила месяц, а тут лагерь, родственник ее. Совершенно неверующая, с другой местности, приехала, пожила в семье месяц. Для меня все так непривычно, молитва, вот это собрание. А теперь, говорит, в лагерь приехала. И я понимаю, что мне нужно менять жизнь мою. А я ей говорю, вы знаете, а сегодня вечером как раз, это обед был, а вечером будет у нас собрание, и будет возможность помолиться, будет призыв к покаянию. И я начинаю ей рассказывать, что Дух Святой, Он будет побуждать твое сердце, если ты уже желаешь это сделать. Как это будет? Старайся ей объяснить. Вот, когда ты услышишь это побуждение, ты проходи. Она смотрит на меня и говорит, а что, сейчас нельзя покаяться? Я не ожидал. И вы знаете, друзья, вот представьте себе, человек прожил, ну, лет 25 примерно. Греховная жизнь. У нее там багаж, да, греховной жизни. Она желает освободиться от него. И вот она у меня спрашивает, а сейчас нельзя освободиться от этого, получить прощение? И я сижу, и вдруг, знаете, меня вот озаряет. Вот мне очень нравится местописание, написано в этой же 3-4 главе 2-го послания, Коринфянам, 6-й стих. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Когда-то была тьма во Вселенной, и Бог Слово сказал, и свет появился. И этот же Бог просвещает нашу тьму через познание Иисуса Христа. Но кто-то же должен рассказать. И вот она спрашивает, а сейчас нельзя? И я думаю, вот сейчас, сейчас я ей скажу, да, можно. Мы встанем на колени, и через 5 минут она встанет прощенным человеком. Неужели это реально? И я говорю, да, можно. И я опять осознаю, Бог дал нам возможность стать служителями Нового Завета. Я знаю, что сидящие здесь, кто-то уже это пережил, радость эту. Кто-то из вас уже привел людей к пониманию этой истины. И человек уже в церкви. Через вас кого-то уже кто-то обратился к Богу. Какая это красота. Что можно больше предложить? Ничего. На этой земле нет ничего больше, чем рассказать о пути к Иисусу, получить прощение грехов, смысл жизни, и уйти с той дороги, которая ведет в ад. И мы становимся на колени, и она начинает исповедовать грехи. Я ей ничего не говорил, даже наоборот. Я ей говорил, что выйти и сказать, Господи, я грешница, прости меня. Бог знает всю твою жизнь. Она начинает исповедовать грехи свои. Называет по имени. И я стоял, и свидетелем был этого покаяния. Потом я помолился. Потом мы встали. Я говорю, ты представляешь, Бог тебя простил. И если ты не будешь верить, значит, Бог обманщик. Понимаешь, что этого не может быть? Да, да, я понимаю. И радуется стоит. Бог простил. Друзья, какое это счастье. Бог простил. Я еду буквально два дня назад с одним человеком неверующим. Спрашиваю, ну как дела? Он говорит, ужасно. Никакой перспективы. Выживаем кое-как. А дальше у нас пошла беседа о Боге. Вот у меня вопрос написал кто-то. Мне не придется ответить, скорее всего. Я сейчас. Как начать разговор с человеком неверующим? Как выстроить эту беседу? Знаете, стандарта нет. Стандарта не бывает. И у меня всегда бывает по-разному. А когда никак не бывает, ну знаете, я не знаю, как начать. Ну тогда я могу вопрос задать. Вы когда-нибудь читали Библию? И надо так делать. То есть стандарта нет. В данном случае я спросил. В машине оказались вдвоем? Ну как дела? Как жизнь? Ужасно. Плохо. И дальше мы начали говорить об Иисусе Христе. Что Бог сначала душу очищает. Там порядок наводит. Хорошо становится. А потом и снаружи все меняется. Друзья, имея по милости Божией такое служение. И он пишет. Мы не унываем. Друзья, есть разные профессии. И вот кто-то учится сегодня. Кто-то уже имеет профессию. И каждая профессия способствует для того, чтобы благовествовать о Боге. Кто-то работает, ремонт квартир делает. Новые люди, новые беседы. Кто-то работает на том же манипуляторе. Кто-то работает, ну еще там, разные работы. Кто-то врачи и так дальше. Есть возможность говорить о Боге. На этой неделе, в понедельник, в Армении мы перевезли одну семью. Они приехали туда на миссионерское служение. У нас на Кавказе пополнилась еще одна миссионерская семья на служении. Город Ленинакан. Современное название Гюмри. Туда приехала одна семья. Брат Руслан, он армянин. Его отец в молодости уехал на север на заработки. А там он уверовал. И стал служить Богу. Женился. И детки его все выросли в семье. И вот второй в семье, Руслан, женился и решил, что ему надо поехать на родину отцов, чтобы там благовествовать. Раз уж папа остался на севере. Женился на сестре, ее зовут Мария. Она дочь миссионера. Может, кто-то знает Андрей Елисеев. В Каннске миссионер такой. Там же его брат, близнец, два родных брата. И вот она дочь Андрея Елисеева. Выросла в миссионерской семье. Все трудности этого служения ей известны. И за короткое время я это понял, что справится. Слава Богу. Она выучилась на медработника. Работала на скорой помощи. В общем, хорошая профессия для благовестия. Как-то случилось, вот мы живем и почти напротив, чуть наискосок, сосед у меня. Ему лет 50 возраста. Я его в собрание иногда приглашал. По-моему, один раз он был. А, в общем-то, такая жизнь, пьяная жизнь такая. Драки вечно, компания такая. И даже он редко разговаривал, больше рычал так вот, сколько я его помню. И случилось, что он упал на мотоцикле. И очень сильно побился. Не поломал кости, но побился сильно. И поскольку раны открытые такие, его должны были положить в больницу. Там немножко, наверное, пенициллин прокапать. Ну, так вот. А он не останусь в больнице, и все. И как раз моя дочь работала там, Лена. И она говорит, дядя Игорь, я дома вам прокапаю. Не хотите и уходите с больницы? Я приду дома. О, дома нормально, хорошо. И вот она две недели каждый день ходила к нему. То капельница там, то укол. То потом перевязывала эти раны, мазала. И каждый день ему говорила о Боге. Читала Евангелие. Через несколько дней мне говорит, папа, он уже вопросы задает. Он сам читает Евангелие. А когда закончился курс лечения две недели, я пошел к нему и говорю, Игорь, а ты не желаешь покаяться? Хочу покаяться. Стал на колени и покаялся. Сегодня он член церкви. Сегодня он мне в благовестии помогает. И я радуюсь, что вот таким образом, как бы просто, очень просто Господь привел этого человека к покаянию. Друзья, сколько людей мучатся в этом мире? Сколько людей не находят покоя? Я привел пример за этого психолога. Когда люди смотрят на свою жизнь, и вот эти воспоминания не дают покоя. Сам не может кого-то простить. Иногда человек говорит, я себя не могу простить. Я как вспомню, и все, и тупик в жизни. И тупик. Кто им расскажет? Кто им поможет? Я немножко проза и несколько куплетов. Один отрывочек расскажу, друзья. Нередко, когда мы говорим о Боге, о необходимости спасения, мы можем слышать, мне это не нужно. Зачем, говорит такой человек, я никого не обманываю, не убиваю, не краду, честно работаю. В чем же мне каяться? Иисус Христос сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел не праведников призвать к покаянию, а грешников. Вы думаете, эти слова вас не касаются? Тогда я хочу задать один вопрос. Бывают ли в вашей памяти такие воспоминания, которые навсегда хотелось бы вычеркнуть из памяти? Подобные воспоминания знакомы даже известным, именитым людям. И чем более порядочные эти люди, тем более этих воспоминаний у них и есть. Послушаем некоторые высказывания. В воспоминаниях каждого человека есть такие вещи, которые всем не расскажешь, разве что друзьям. Есть и такие, которые и друзьям не расскажешь, разве что себе, и то под секретом. И, наконец, есть такие воспоминания, в которых и себе человек признаться боится. И чем более порядочный человек, тем больше у него этого груза и есть. Бывает, всплывет одно из ста и давит. Это Достоевский. А вот Пушкин. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на ночные стены града полупрозрачная наляжет ночи тень и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы мучительного бденья. В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечной угрызения. Мечты кипят, в душе подавленной тоской теснится тяжких дум избыток. Воспоминания невольно предо мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь свою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Ему повторит поэт, наш современник. Есть в памяти такие закоулки, которые обходишь стороной. В ночи бессонной бессоннице ночной игулкой подобья их встают передо мной. Там злая, нескончаемая слякоть, осенняя, простуженная муть. О, только бы лицо в подушку спрятать и выдержать, и губ не разомкнуть. Не смоешь эти строки ни слезами жалости, ни подвигами дерзновенными, ни добрыми делами. Вновь и вновь придут они и будут мучить больную совесть. Послушай, человек, есть только одно средство, приготовленное для тебя Богом. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Кровь Спасителя, пролитая после тяжких мучений, глумлений, страданий, только она может сделать свиток твоих воспоминаний белым, как снег. Друзья, и кто расскажет об этом? Кто пойдет? Это мы с вами. Мы. Апостол Павел пишет, имея по милости Божьей. Обратите внимание, по милости Божьей. Никто из нас не заслужил такого славного служения. Подобного нет на этой земле. Ничего более славного нет, как рассказать об Иисусе спасти душу. Имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Мне брат рассказывал, он был в числе группы молодежи, в Краснодарской молодежи, пошли в больницу. Прежде позвали служителя, позвонили, придите, пожалуйста, пообщаться. И вот он пришел, больной, на койке, и он с ним общается, Библию достал, читает, и вдруг он смотрит, на тумбочке рядом лежит Библия. Он открывает синодальное издание, такая же Библия, и говорит больному, слушайте, да вот рядом, наверное, верующий человек, и Библия у вас на тумбочке, а вы меня зовете, а больной отвечает, так он же молчит, он же молчит. И вот группа нашей молодежи пришли в больницу, а там медсестра говорит, вы вот сюда зайдите в палату, обязательно сюда зайдете, зайдите, там уже пожилой человек, бывший врач. Они заходят в палату, лежит человек такой солидный, пожилой, телевизор включенный, и знаете, вот когда солидные люди такие, чувствуешь себя немножко таким маленьким каким-то, тем более сказали, что у него образование, он врач, зашли, можно мы вам споем? А он так смотрит, телевизор поет, вот, ну, спойте, ну, можно мы телевизор выключим? Выключили, и запели песню, сегодня время есть все взвесить, подумать, подвести итог, что жизнь твоя здесь в мире весит, какой идешь ты из дорог, есть в мире только две дороги, и он слушал эту песню и заплакал, зарыдал, рыдает, лежит, предложили помолиться, помолился, и не подумали б никогда, зашли так робко, а итог, когда уходили, он говорит, вы же еще придете? Однажды Иоанн посылает учеников к Иисусу Христу и говорит, спросите, это точно он, или ожидать другого? Христос выслушал вопрос, и ему нужно сейчас сказать такие вещи, чтобы поверил Иоанн, ученики, и он говорит, пойдите, скажите Иоанну, и мертвые воскресают, о, да, это солидно, хромые ходят ровно, слепые прозревают, да, а дальше говорит, и нищие благовествуют, я, друзья, об этом думал, и вот в этом стихе я нахожу себя, нищие благовествуют, иногда так робко, робко, стояла одна палаточка, там проходило благовестие, и позвонили мэру в администрацию, и он решил сам приехать, и вот приезжает он, водитель подвез его, он выходит, стоит такая палатка, и вот он зашел туда и смотрит, сидят люди, несколько человек, и там группа молодежи и поют, под гитару играют и поют, ну и поют, здесь у нас вот, хорошо поют, а там пели так, как умели, он постоял, минуту посмотрел, выходит и говорит, какая убогость, сел в машину и уехал, он даже, ну, не посчитал достойным, чтобы здесь говорить, что-то там, объяснять, какая убогость, нищие благовествуют, конечно, друзья, я не за то, чтобы как-нибудь благовествовать, я не за то, я за то, чтобы благовествовать, все самое лучшее отдать Богу, и способности наши, и голоса, инструменты, все, все лучшее посвятить, но все равно мы будем выглядеть в этом мире, все равно, мы недавно в Симферополе проводили евангелизацию, благовестие, вот нас пригласили в совет ветеранов, и собралось больше ста человек, пожилых людей, ветераны, ну плюс слушатели, полный зал наполнился, у нас в январе была такая же встреча, и этот председатель нас пригласил, еще раз приедьте, ну мы еще раз решили проехаться там, и опять заехали в Симферополь, и опять у нас была встреча, и знаете, люди встают, ну по-своему, хлопают, он взял микрофон, он речь сказал, поблагодарил, что мы несем свет, что мы вот, ну светлое будущее проповедуем, ну так он все хорошо сказал, а прошло несколько времени, наши друзья на выходе раздавали газету, раздавали диски, евангелие, и там указан адрес дома молитвы, и приходят ветераны к председателю и говорят, слушай, посмотри адрес, это же баптисты, ааа, обманули, нас обманули, и он вызывает брата, который организовал все это, как вы нас обманули, баптисты, он говорит, подожди, вы же хлопали в ладоши, вы же слово благодарственное говорили, я не знал, что они баптисты, друзья, одно слово и все, у людей, вот предрассудки, вот такие вот пагубные предрассудки и все прочее, баптисты, и что бы вы ни говорили, как бы вы там ни старались, в глазах вот таких людей, все равно мы будем нищие, какие-то убогие и все прочее, но сокровища мы носим в глиняных сосудах, мы с вами, да, друзья, мы однажды провели евангелизацию, подходит одна женщина и говорит, вот деточки, молодежь, у нас человек 15 было, я всю жизнь воспитывала детей в школе, я учительница, я знаю детей, да каждый из вас, это же слиток золота, и я думаю, ну не мы слиток золота, то, что внутри, вот то, что мы сейчас рассказывали, весть о спасении, содействие Духа Святого, вот оно, слиток золота, а недавно у нас было в мае месяце благовестие в Старопольском крае, и там Дом культуры, разрешили провести служение, и собрались люди тоже, прошло служение, и потом подходит одна женщина, ну так лет за 50, ей, наверное, лет 60 примерно, и она говорит нам, я каждый концерт посещаю, время есть, делать нечего, я здесь перевидела всяких, но то, что я сегодня слышала, это то, о чем душа моя мечтала всю жизнь, это было вступление к нашему разговору, вот, друзья, какое у нас служение, это не служение, а суждение, служение Ветхого Завета, он дал способность нам быть служителями Нового Завета, не буквы, а Духа, и Павел говорит, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, и последняя мысль, друзья, он продолжает этот стих, такие слова, но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себе совести всякого человека перед Богом. Друзья, здесь одна из причин, почему мы не понимаем до конца этого служения, и мы не можем сказать созвучно апостолу Павлу, мы прославляем, мы имеем по милости Божией, а может мы думаем, это кто-то должен делать, это чья-то обязанность, на это есть причина, и вот Павел говорит, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, наоборот, отвергаем скрытные, постыдные дела, представляем себя совести всякого человека. Иногда, друзья, несколько слов, и смотришь, у человека реакция. Начинает работу Дух Святой, когда сердце наше чистое, совесть того человека, она начинает разговаривать, и Дух Святой в совести того человека начинает говорить, потому что наша совесть чистая. Здесь идет духовная такая уже вот работа, борьба, и Павел говорит, мы представляем себя чистую совесть, и совесть людей тоже начинает разговаривать. Я беседовал с молодежью много раз, недавно совсем. Часто говорят о том, что не могут победить какое-то искушение, какой-то грех. Я иногда говорю, вот в Библии написано, в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. И задают вопрос, как у тебя обстоит дело с чтением Священного Писания? Потому что написано, в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить. Как у тебя? Хорошо, я читаю Библию. А сокрыл, это значит, даже наизусть учу. А он мне говорит, я целыми посланиями учу наизусть. Я могу главы вам рассказывать, победить грех не могу. И я думаю, ну как же, как же тогда? Друзья, вот здесь открывается мысль очень важная. отвергнуть. Вы можете выучить, выучить наизусть Библию всю, но если решительного внутри не будет вот такого решения, отвергнуть. То, что мне мешает, идти за Богом. То, что, я же знаю, что мне мешает, мне совесть моя подскажет. И никто за вас не сделает этого решительного шага. отвергнуть. Все, что тайное, постыдное, греховное, вот отвергнуть. Сказать, умру, но больше это не сделаю. Есть покаяние, а есть истинное покаяние. Истинное покаяние заключается в том, Господи, не просто меня прости, Господи, прости, я больше так не буду делать. Отвергнуть. И тогда, друзья, Бог начнет совершать в нашей жизни то прекрасное назначение свое. Идите, проповедуйте, расскажите. Расскажите людям, и Бог будет совершать свою чудесную работу. Служители Нового Завета. Пусть мы будем в глазах этого мира, как нищие, но главное благовествовать. И будет, Господь, свет, Слово Своего. Это будет проникать в сердца людей, которые находятся во тьме, и Господь давать. И нам радость христианской жизни, смысла победы. И другие люди будут обращаться к Богу. Итак, друзья, наше собрание подошло к концу. Мы помолимся сейчас Господу, поблагодарим Его за то, что Он дает нам. Апостол Павел сказал, имею по милости Божьей. Кто-то из нас уже вкусил радость благовестия. Бог предлагает, кто-то уже имеет, а кто еще не имеет этого служения, кто еще не вкусил радости благовествования. Друзья, можно тоже помолиться, Господи, помоги мне, чтобы я был тем человеком, который других ведет в Царство Небесное. Помоги мне. Поверьте, друзья, в этом смысл, в этом радость жизни. Я на этой неделе был в Армении, и вот я прихожу в то место, где 20 лет назад мы приехали первый раз. Общежитие, такое буква и П стоит. Там множество семей жило, где мы начали благовестие, а в середине во дворе беседка. Такая она уже, знаете, полуразлушенная, эта беседка, но она стоит. И я подошел и думаю, вот место, где я впервые в своей жизни сказал, кто желает покаяться, подходите, мы с вами помолимся. Тут же было противодействие, и тут же Бог дал слово, которым я продолжил речь, и первые покаяния были. И я стоял и вспоминал, а потом два дня посвятил, чтобы посетить те семьи, которые уверовали здесь, которым я преподавал крещение, и так все это близко и дорого. Думаю, вот ради чего стоит жить. Да благословит нас в этом Господь. поблагодарим Господа и попросим Его то, в чем мы так нуждаемся. Слава Ему за все. Аминь.